Глаза Игоря Подлесного видели сотни разрушенных войной судей по руки, буквально спасли сотню жизней от оставленной противником взрывчатки. Когда мой наставник говорил так, если ты хочешь поймать зоумышленника, ты должен мыслить как зоумышленник. Точно так же и в нашей работе. Если ты хочешь обнаружить предмет, установленный твоим врагом, ты должен думать как твой враг. Обращаешь внимание на рельеф местности и даже солнечное освещение. Каждая ротация – это очередное свидетельство российских зверств. Последняя поездка оказалась на деоккупированной территории Харьковской области. Сведенный отряд саперов разминировал населенные пункты вдоль границы с Белгородской областью. Грады, минометки 120, ПГшки лежат. В большинстве случаев это были мины, снаряды на растяжках, то есть гранаты на растяжках. Есть такие кассетные боеприпасы. Это один из самых опасных, я думаю, самый-самый опасный взрывной предмет. Приходилось выезжать, скажем так, и на гибель людей, которые из-за любопытства или невнимательности и непонимания, что оно такое, где-то проводилась какая-то манипуляция с тем предметом, и это приводило к летальным последствиям. С поиском взрывоопасных предметов помогали местные. Люди показывали позиции, где дислоцировались россияне, и пути их отступления. В большинстве это информация от местных жителей, которые прошли оккупацию, которые были на месте, и они, зная территорию, они указывали нам на заминированную территорию, остатки артиллерийских снарядов или неразорванные боеприпасы. Чего только не довелось обнаруживать на украинской земле. Вот одна из покинутых россиянами позиций в лесу. Патрончики в ящиках. Гранатометы. Ленты к пулеметам. Еще патрончики. РПГшки, ПГшки, ВОГи, гранаты. Ленты от пулемета крупнокалиберного. ВОГи 17-25. Да, убегали быстро. Оставили трусы, носки, тапки, ботинки, берцы свои. Отступая, противник закапывал боеприпасы даже на кладбищах. Вот такие мы сегодня рэем трофеечки. Да. В могиле за рэту. А также в полях. Мы нашли поле, где были рассыпанные кассетные боеприпасы. Они называются ПФМ-1. Это лепестки. Они очень опасны. Они несут, скажем, не так угрозу смерти, как угрозу очень больших повреждений. То, что было пригодно для применения, взрывотехники передавали украинским армейцам. В английском по-российски. Опа. Это подарочек для наших вооруженных сил. Некоторые боеприпасы саперы уничтожали на месте. Растяжечка. Другие транспортировали и затем подрывали. Захватчики действовали подло, оставляя множество ловушек для украинских саперов. Всегда шли с сюрпризами. Если по инструкции противотанковую мину можно стянуть дистанционно и перевести из боевого в транспортное положение, сюрприз для сапера. Они всегда ставили в тандеме противотанковую мину, ловушку. Мои коллеги проводили разминирование поля, где были противотанковые мины. И каждая третья была с ловушкой. Главное условие удачной работы сапера, говорит Игорь, знание. Ты должен, подходя к объекту, ты должен понимать, что это такое. Его тактико-технические характеристики в совершенстве. И знать, какой урон оно несет для взрывотехника или для любого человека. Тем не менее, важна эмоциональная составляющая. Как по мне, нужно уметь при подходе к объекту, так мы называем любой взрывоопасный предмет, уметь переключиться, оставить все неприятности, даже приятные мысли оставить в стороне. И контролировать себя. А еще быть уверенным в своих коллегах. Я должен быть на 300% уверен в действиях и знаниях своего напарника. И также он должен быть уверен на все 500%, наверное, процентов в моих действиях. В Харьковской области, говорит Игорь, россияне применяли и старое советское железо, и современную взрывчатку. Есть ПОМ-3. Это вообще очень умная мина. Она срабатывает на шаг человека. Она вылетает из ракеты-носителя на территорию любую, становится в боевое положение и ждет свою жертву. Сейчас Игорь в коротком отпуске, но уже готовится к очередной ротации. На рабочем месте взрывотехник хранит фотографии с побратимами и полученные за время службы награды. А рядом трофеи. Есть даже такие, которые обезврежены в Винницкой области. Некоторые, скажем так, остатки и элементы сбитой ракеты на территории Винницкой области. Это электронная ее часть, внутренности. Игорь признается, страха нет, только уверенность в том, что его работа крайне необходима.